Маршрутный транспорт или попросту маршрутки – головная боль чиновников. Массовые проверки перевозчиков на соответствии букве закона Комитет по транспорту проводит регулярно, совместно с другими ведомствами – ГИБДД и Управлением автодорожного надзора. Комитет по транспорту два раза в неделю организовывает проверку работы общественного транспорта на маршрутах. И среди перевозчиков из десяти, как правило, два, один-два, попадаются нелегалы. В результате сегодняшней проверки у перевозчиков выявлялись самые разные нарушения. Где-то путевой лист отсутствует, где-то не пройдены предрейсовые, технические и медицинские осмотры. Все эти факторы влияют на безопасность перевозок, а следовательно, ставят под угрозу жизни людей. По статистике Комитета, каждый пятый перевозчик в Иванове работает нелегально. Вот и сегодня один такой попался в руки инспекторов. Разрешения на перевозки у водителя маршрутки нет, зато есть газель и желание подзаработать. Нелегалы – это слово, конечно, сленговое. Это те, кто работают без договоров с органами местного самоуправления. То есть на свой страх и риск. Как правило, ни путевого листа, ни медосмотра, ни техосмотра. Работают без графиков на свой страх и риск. Попадутся, заплатят штраф. Не попадутся, будут жить дальше. К сожалению, сами горожане не могут пожаловаться в Комитет на нелегального перевозчика. Что поделать? Изъян законодательства. Законодательство на сегодняшний день настолько несовершенно, что даже у нас, в органах власти, не всегда хватает возможности вывести на чистую воду таких перевозчиков. В настоящее время готовится законодательная инициатива в областной думе, инициатором которой был в том числе и я. Надеемся, что нас в Москве услышат, и все-таки пассажирские перевозки будут более цивильны и организованы, чем сегодня. В часы пик, утром и вечером, когда транспорта катастрофически не хватает, горожанам не важно, есть ли разрешение на перевозки у водителя спасительной маршрутки. Правда, это все до случая, ведь такой перевозчик законодательно не несет ответственности перед пассажирами.